Всем привет! Ты смотришь канал Заводила и сегодня я хотел тебе рассказать видео за гигиену на заправках и вообще за гигиену самой заправки. Как это происходит в Европе? Первое, это ты сам себе заправляешь автомобиль. Нет никаких там пистолетчиков, заправщиков. Ты приехал, взял пистолет, ты его вставил в бак, залил, пошел оплатил. Но при этом возле каждой колонки висит одноразовые перчатки, висят полотенца и есть доступ к воде или где можно помыть руки. Второе, это когда ты заходишь оплачивать за топливо или за какой-то товар, всегда есть дистанция. То есть вот европейцы они как-то к этой дистанции не лучше относятся. Вот например в Германии ты зашел и там есть такая линия, то есть один человек подошел к кассе и оплатил, второй стоит от него в районе там полутора-двух метров, там специальная линия. То есть они никогда не толпятся, не грузят там друг друга, там не стоят на ухо, там спина в спину, то есть этого нет. Третье, покупка того же кофе или вот этих хот-догов, тоже это кардинально отличается. У них есть отдельный человек, который стоит на хот-догах. Давайте вместе с вами посмотрим, как работают наши заправки и какие они приняли меры для того, чтобы обезопасить себя и вас. Решили сделать такую инспекцию по, ну начиная с Бажана и до Борисполя. С первой заправкой не повезло, она на ремонте. Сейчас едем, вон видим, желтая заправка БРСМ, а тут на Бориспольской площади. А с нет одноразовых этих таких рукавиц? В середине? Так, мыло есть, как нас учили, вот так, вот так. Вытереть руки нечем. Туалетной бумаги не маленькая. А у вас есть одноразовые перчатки? Вот эти там, такие клеи. Такие с пакетика. Ну, с пакетика, да. Да, есть продажи, есть по 22 грамм. А я имею в виду просто, чтобы подеть там пистолет, чтобы ставить, заправить. А, здесь пистолет? Дивеньте нас, идите сюда. Спасибо большое. Человек на Мерседесе справа, на сером, только что сам брал, ну взял пистолет, поставил и опять же потом убрал. То есть сколько до него этот пистолет людей потрогали, тоже не знаем. На 12 колонок работает два пистолетчика, то есть люди сами пробуют, ну, люди сами заправляют машины. БРСМу на, вот, ну, короче, на выезде в сторону Борисполя, я не знаю, я бы, наверное, двойку поставил бы. Чисто потому, что в разгар вот этого всего кипиша, куча машин, люди заправляются здесь, потому что, ну, тут реально самое дешевое топливо. И, ну, тут самые разные машины заправляются. Ну, мыло есть в туалете, но нет туалетной бумаги. Дезинфекторов я не увидел ни на входе, ни на выходе, я их, ну, я их не встретил. У кассиров стоят защитные экраны. Попросил, то есть ни на одной колонке вообще нет вот таких вот обычных, простых рукавичек. Ни на одной. Люди сами подъезжают, ставят сами пистолеты в баки, идут в середину. И в середине находилось на данный момент порядка 15 человек. Три человека персонала, остальное это были просто посетители. Дистанцию друг от друга держат, но, ну, такое, короче, стрёмная эта заправка. С вами Олег Фреймут. Зараз мы едем на наступную АЗС и побачим, что коится там. Бориспольская трасса, заправка АНП. Станет одна машина, больше вообще ежевых пока никого не видно. Субтитры сделал DimaTorzok. Одноразовые перчатки возле колонок, раз, можно брать. Второе, это на самой заправке, когда заходишь, стоит септик, пользуйтесь. Возле септика лежат перчатки. Написано объявление, что больше одного человека на 10 квадратных метров не находиться. И, ну, кассирша сидит без маски. Кофе они не делают. Она сказала, мы кофе не делаем. Она одела перчатку, видите? У нее одеты перчатки. Вот это вот по-правильному, вот это умничка. Это заправка АМИК, которая находится на Бориспольской трассе. Рукавички одноразовые есть у вас? Субтитры сделал DimaTorzok Есть пистолетчик, есть рукавички. Рукавички есть и на колонке. И, ну, то есть возле каждой колонки. И когда в середину заходишь, то у кассира стоит заградительное стекло. Потом септика на кассе нет, но у кассира он и в рукавицах, в резиновых, и в одноразовых. И она там рекомендации веся, значит, попросил, то есть одноразовые перчатки. Она говорит, вот, пожалуйста, кофе, ну, выдают стаканчик, идешь делаешь сам. Возле кофе аппарата висит, значит, одни рукавички. Потом слева вторые есть дезинфектор. И прямо есть на кофемашине рекомендации, что если вы пользуетесь кофемашиной, то просьба одевать одноразовые перчатки. В туалете бумага есть, есть мыло, есть полотенечки. И, кстати, вот хотел еще заметить, что на миг не продают хот-доги. И продукты, вот, готовые какие-то там, салаты и прочее, да только на вынос. Только с собой, в зале нельзя. Есть и заправщики, вон, по-моему, два или три человека. И плюс рукавички на каждой колонке. То есть подъехал, одел, заправил, нет проблем. Сейчас пойду в середину еще, посмотрю. Не пускают? А? Не пускают? Да, не пускают, но сколько там, как, ремонт? Ставьте ремонт, и, ну, заправка работает, но кафе не работает. Вы кофе угощаете? Да, точно, и вам сейчас угощу. Меня? Или вы не со мной разговариваете? Да, спасибо. Да я тоже хочу кофе. Так захожу я просто, чтобы толпу не создавать. А, на улице? Все, спасибо. Вот девочка выносит кофе. Спасибо вам большое. С мячом. Спасибо, до свидания. Вот на окол такая вот кишечка. То есть сделали кофе, вынесли на улицу. Один человек делает, делает в перчатках. Но девочки без масок. Септик есть, и есть заградительный экран. На заправке не более трех человек, потому что сейчас ремонт, и это маленькое помещение. То есть, ну, учитывая то, что было два кассира, один делал кофе, один рассчитывал, и третий был я. Мне попросили, сделали кофе, я рассчитался, мне сказали, выйдите из зала и вынесли на улицу мой кофе. Заправщики стоят в масках, а девчонки-кассирши, они стоят без масок. И причем они пускают людей без масок в середину, хотя там висит рекомендация прямо у них на двери, что просимо дотримуйтеся вот таких вот правил, что типа не более трех, мы трубки, поехали дальше. Следующая у нас заправка авиа. Это относительно молодой бренд у нас на рынке АЗС, но эти заправки есть в Европе. И сейчас мы посмотрим, как они подготовились к карантину. Ну, вон, вижу, уже рукавички висят. Есть мыло, есть бумажное полотенце, есть бумага. Чисто, нормально, аккуратно. Дякую, до побачи. Короче, заправка авиа, европейский бренд такой себе. И кофе делает сам кассир, заворачивает вот в такой вот кулечек. Попросил кофе, рассчитался на отдела перчатки, кассир в маске, но нет разоградительных экранов. Зона, где можно было посидеть и попить кофе ограждена лентой. То есть сидеть там запрещено. Туалет чистый, мыло есть, септик есть, рукавички на колонке есть. Заправочка UPG, народная. Где много всегда людей, где люди любят заправляться, потому что здесь дешевое топливо. Сейчас смотрю на колонках, перчаток нет. Заправщик ходит уже без маски, видно, он ходит там. Блин, добрый, а есть у вас одноразовые перчатки тут? А, в середине. Продолжение следует... В торговом зале АЗС могут находиться только 8 человек. Заправщик нам сказал, что рукавички есть в середине. У них там ни хера нет, сами они тоже без масок, без рукавичек. И нет заградительного экрана. У кассирша спросил рукавички, она сказала, у нас нет. Кофе делает она сама. Туалет там нормальный, чистый, мыло есть, туалетная бумага есть. И бумажное полотенце есть. Есть септик, кафе закрыто. Но вот если ты хочешь сам заправиться, должен приезжать со своими рукавичками. Такие дела. И пускают они людей без масок. Следующая заправка Сакар через 500 метров. Заправка Сакар, это Бориспельская трасса. Продолжение следует... По перчаткам ни на одной колонке нет. Рукавицы вообще на Сакаре отсутствуют. Ну, как бы я понимаю, что это может объясняться тем, что ваш автомобиль заправляет только заправщик. Но, если ты не любишь, чтобы кто-то трогал твой автомобиль, почему бы и нет? Почему бы тебе самому не заправить? Но в данном случае рукавицы, полотенец нет. Значит, стоит заправщик, заправщик в маске. В черных перчатках, но это не медицинские, а обычные перчатки. Спросил у заправщика по поводу одноразовых рукавишек, если спросите на кассе. Зашел в средину. На дверях, в основном на заправках, сейчас есть рекомендации по поводу, сколько людей должно находиться. Но на Сакаре такой информации не было. То есть, пускай, ну, не знаю, какое количество, мне кажется, было бы здесь 30-40 человек, все бы они были в средине, никто никому бы ничего не запретил. По самим кассам есть на полу указатели дотримы из дистанции, есть защитные экраны, но люди находятся там без масок, посетители эту дистанцию не держат. То есть, они подходят впритык, но кассиры работают в перчатках, кассиры работают в очках, есть дезинфекторы, кофе никто сам себе не делает. Туалеты чистые, мыло есть, полотенце есть, вода есть. Септиков даже несколько, один стоит возле зоны, где ты получаешь кофе, и один на выходе из туалета. То есть, помыл руки, вышел, продезинфицировал, забрал кофе, продезинфицировал, ушел. В принципе, неплохо, но мне кажется, вот с вот этими одноразовыми перчатками можно было бы доработать и доработать по количеству людей, находящихся в зале. То есть, снова заехали на Шелл, сейчас тут попробуем заправиться сами, без заправщика. Перчаток нету, уже вижу. То есть, приходится делать вот так, раз. Здравствуйте, да я сам хотел, а есть перчатки у вас одноразовые? Да есть, одноразовых нет. Нет? Ну, что мы тут у нас сидим? Ааа. Обычный дизель. Да. Я что-то думал, что сейчас уже везде перчатки пораздавали, чтобы... Перчатки там, где нет обслуживания персонала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заправка Шелл, это та, которая находится перед аэропортом Борисполь. Значит, рукавичек нет. Хотел заправить сам, подошел заправщик, говорит, я здесь заправляю. Рукавичек у нас нету. Значит, не получилось у меня самому заправить. На самой заправке кассиры работают в масках, но без перчаток. И есть линии по очереди, есть защитные экраны, есть септики. Туалеты нормальные, есть мыло, есть полотенечко. А, не, полотенечек нет, есть мыло, вода есть, полотенечек нет, обычная сушилка. Туалетная бумага есть, септики есть на выходе из туалета и один возле кассы. Кофе делают сами. Ну, вот по поводу рукавичек, сорян. Вот хотим немножко отъехать от Киева. Буквально, вот давай заедем сейчас в город Борисполь, посмотрим, какие там заправки. И как там обстоят дела. О, город Борисполь. Хочу сейчас пойти посмотреть, как у них делается здесь кофе, хот-бой. Ну, короче, по стандарту. Ну, уже вижу, что на колонках нет перчаток, нет полотенец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, это заправка ВОК. Это город Борисполь и значит на колонках рукавичек нет, рукавички есть только над кофемашиной. В середине может находиться не более трех человек, как раз вот было три клиента, три посетителя и два человека, это было из персонала. Ну, я так понял, три должно находиться всего, но находилось пять. Есть эти стоп-линии, то есть все додерживаются, то есть три клиента стояли, каждый возле своей линии. Есть защитные экраны перед кассирами. Кассиры работают в перчатках, кассиры работают в масках. Кофе делаешь сам, дают тебе стаканчик, ты идешь в кофемашине, возле кофемашины висят вот такие вот перчатки, но нет рекомендаций о том, точнее нет предупреждения о том, чтобы люди пользовались этими перчатками. Есть антисептик стоит на кассе, на одной и на другой. Видно уже заправщик в маске, но что-то он не хотел ее носить в перчатках, в маске. Красавчик. Ну, перчатки обычные такие, строительные, а не медицинские. Ну, а рукавички есть, он на каждой колонке. Причольно. Есть предупреждение про то, что для вашей безопасности в помещении должно находиться не более 10 человек, и заправка кло поддерживает масочный режим. Бумага есть, у него закончилась, у него работа есть с цепки. Можно американо без молока? А, не робите, да? Я вас понял. Это вы людей без масок выгоняете с заправкой, да, или нет? Да. Серьезно? Это заправка кло, которая находится в городе Борисполь. И, значит, на каждой колонке висят рукавички. Раз. То есть, заправщики здесь носят маски и носят перчатки. Ну, перчатки не медицинские, обычные, строительные. Прямо на двери висит объявление о том, что заправка кло вводит масочный режим. То есть, без маски заходить запрещено на территории АЗС. И находиться более чем 10 человек, точнее, 1 человек на 10 квадратных метров запрещено. В туалете есть вода, есть мыло на этой заправке закончилось. Ну, думаю, они за этим проследят. И есть септик прямо в туалете. Возле каждой кассы тоже стоит септик. Стоят защитные экраны у кассиров. Кассиры в перчатках, кассиры в масках. Есть топ-линии полтора метровые. Ну, то есть, есть топ-линии между клиентами. И очень понравилось то, что пока я стоял в очереди, зашел молодой парень. И стоял он, он был без маски. Кассир его предупредил. Говорит, где ваша маска? Он говорит, в машине. Она говорит, так идите одевайте. Она его отправила, он пошел за маской. Заправка Глузко, которая находится на Бориспольской трассе в сторону города Киев, недалеко от аэропорта Борисполь. Заехали на заправку, то есть видно, что уже на каждой колонке висят рукавички эти. И есть заправщики. Заправщики работают тоже в перчатках, но без масок. Добрый день. Добрый. А можно узнать, что вы снимаете? Мы? А вам это зачем? Мне интересно, я смотрю, на меня направили объект. Да это не на вас, она вообще на меня направлена. Вы тут, честно, никому не интересны. Сейчас я вам задам вопрос, а 4 такси без маски ездят? Короче, рукавички эти есть. А чего вы без маски ходите? Почему нельзя? Это нежелательно бы. Чего? Ну, как чего? Новости, наверное, не смотрите, да? Смотрим. Просто на заправку желательно не заходить без маски. Тем более, я смотрю, вы в такси работаете, да? И что, клиенты нормально реагируют? Серьезно? Понял, ладно. Дайте, пожалуйста, американо без молока. Да. Спасибо большое. А, сюда, да? Да. Спасибо. А у вас есть здесь септики, там, для рук? Есть, да? А, все, спасибо. Я, кстати, написал, с мотою вашей безопасности на час карантина просимо примещения ЗАЭС перебувати в чердя не больше пяти осіб и зберегать дистанцию один від одного на меньше одного метра. И замовляй ежу та напои на кассе, то он приймай ежу біля своего автомобиля с турботой и правосой. Что я обратил внимание, что на каждой колонке есть одноразовые рукавички, и их-то много. Второе, есть заправщики, заправщики... Один работал в маске, второй без маски, но были оба в таких обычных рукавицах. Потом, перед входом на двери было объявление, ну, как бы предупреждение о том, что на ЗАЭС должно находиться не более пяти человек с дистанцией один метр. На, значит, в середине есть септики, кассиры работают с защитными экранами, работают в масках, работают в резиновых перчатках. Заказал кофе, девочки сделали кофе, и все, одевают дополнительно одноразовые перчатки. И прикольно, что сделали кофе с вот таким вот подстаканником, и еще это все дело заворачивают, завязывают в кулечек и отдают вот таким вот образом. То есть все в кульке, вот так. Потом, туалеты чистые, есть мыло, есть туалетная бумага, и есть бумажное полотенце. То есть, в принципе, очень даже неплохо. Короче, заправка Викинг, какая-то она, она, причем, ну, такая старая, древняя. Это в городе Борисполь находится, сейчас пойду посмотрю. Заправщик заправляет сам, но в перчатках, маске, и плюс у него еще есть рации. То есть, человек заказал, он по рации кассиру передал, какое топливо. Вот тебе и Викинг. Хотя торгуют через окно. Туалет на мойке. Вход на мойку, только у нас. Здрасте, а можно в туалет сходить? Ну, вот вам как бы, что сказать. Ну, понятно, бумаги нет. Спасибо. Локтем. 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 Учитесь правильно. Да? До мойки. Все, вот так вот. Ну, короче, это заправка Викинг, город Борисполь. Значит, на заправке людей практически нет. Есть два заправщика. Работают в масках. Значит, топливо отпускается через окно. И есть туалет. Туалет находится на территории мойки. На территории мойки, значит, прямо на входе написано, что вход на территорию мойки без масок запрещен. Ну, женщины работают, но работают в масках. Это обычный простой туалет. Понятно, там бумаги нет. Мыло какое-то есть, разведенное с водой. За септики, понятное дело, говорить не будем. Ну, как-то так. Но одна из женщин мне сказала, что локтями надо выключать выключатели. Это обязательно правило. Сказала, учитесь выключать выключатели правильно. Локтем. Напиши вот в комментах, на какую бы из заправок заехал лично ты, и где бы ты заказал себе кофе. Мы заехали на одну из заправок, мы увидели проблему, но мы не говорим за всю сеть в целом. На других заправках этой же сети может быть совершенно иная ситуация. Вот конкретно, если взять по Шеллу, мы только что заезжали заправляться туда, я захотел заправиться сам. Там не было обычных перчаток. И буквально на соседней, там в районе 10 километров, мы когда заехали, там были и перчатки, и плюс кассир, она сказала, что без масок запрещено заходить. Это ни в коем случае не реклама, не антиреклама. Мы просто хотим вам показать, как к этому, вот есть проблема, да, мировая, есть карантин в стране. И как к этому относятся люди и относятся именно АЗС. Людей просят придерживаться каких-то правил. И мы вам показали, как эти правила соблюдаются на АЗС. Что самое распространенное? Самое распространенное то, как я и ожидал, что вот эти вот обычные перчатки, обычное полотенце, их на многих заправках нет. Людей запускают без масок, людей запускают большее количество, чем которое постановил Кабинет Министров. Вот такие вот нарушения, и каждый из вас выбирает, где ему безопаснее, как ему безопаснее, где ему заправляться. Мы не говорим о кто-то хуже, кто-то лучше, просто мы вам показали, а вы сами решите, где лучше, где безопаснее, лично вам. Вот такое вот видео, всех вам благ и зеленых бумаг. Мойте руки, носите маски, кстати, и повторяйте молитву. Китайская херня, обойди меня, пять раз в день.